Андрей, какие эмоции после такого непростого матча? Ну, эмоции, понятное дело, отрицательные, так как мы не прошли дальше и проиграли. Хотелось бы, конечно, выиграть, но мы приложили все усилия, я считаю, были не слабее команды премьер-лиги. Даже когда мы играли в десятером, мы нагнетали обстановку, и у нас были шансы забить гол. Не получилось. Ты вышел на замену после перерыва. Какое задание получил от тренера? Задание получил от тренера помогать в центре поля и забирать, постараться все подборы. И бежать в атаку, когда наша, ну то есть туда-сюда. И там, и там успевать. Я так как свежий игрок должен был эту функцию выполнить. Это была больше позиция нападающего или все-таки скорее полузащитника? Ну, это позиция десятки, наверное, под нападающими. При обороне, да, полузащитника, так у нас на игрока было меньше. При обороне скорее полузащитника центрального, при атаке десятка или нападающий. Удаление, наверное, сильно повлияло на игру? Да, конечно, удаление повлияло на игру. Нам пришлось перестраиваться, так и менять вратаря, то есть использовать еще одну замену, которую мы могли бы сделать. Ну, я считаю, если бы мы не пропустили сразу же гол, мы могли бы намного лучше сыграть. Или в серии пенальти, дойти до серии пенальти, или даже выиграть так в игре. Но вот то, что удаление и гол, сразу как бы два таких удара по нам. Но мы все равно не падали дух, мы хорошо провели эту встречу. Просто не получилось забить. Редактор субтитров А.Семкин